Здравствуйте, вы на Байгеньюз, прямой эфир, традиционный прямой эфир, вечерний на Байгеньюз. Здесь мы говорим с интересными спикерами на интересные, острые темы. Гость сегодняшнего эфира у нас Джохар Патибеков, известный казахстанский адвокат. Тема разговора – Конституционный суд и вообще судебная реформа в Казахстане. Сейчас ждем подключения Джохара. Да, здравствуйте. Джохар, здравствуйте, наконец-то вы подключились. Да, извините, ага. Приветствую вас на нашем инстаграм-канале Байгеньюз. У нас постоянные вечерние эфиры, обсуждаем темы интересные с интересными спикерами, вот решили пригласить вас. Тема такая ваша, которая все время на слуху – это конституционная реформа, судебная реформа, в частности, Конституционный суд. Совсем недавно, в начале апреля, вы сообщили в своем Фейсбуке, вроде бы, да, в Фейсбуке сообщили, что выиграли дело, первое дело в Конституционном суде. Давайте начнем с него. Расскажите, как это вообще проходило. Может, там какие-то особенности, нюансы и даже, может, сложности возникали при работе с Конституционным судом? Так, ну, я начну тогда сначала, по порядку. В сентябре в Алмате задержала прокуратура города Алматы моего клиента, и потом обратила следственный суд за тем, чтобы тот санкционировал ему домашний арест. Так и произошло. Но при этом, к моему большому неприятному удивлению, вот, моему клиенту суд почему-то назначил домашний арест на очень жестких условиях. То есть он даже запретил ему вообще полностью выходить из дома. И также он запретил ему принимать у себя дома кого бы то ни было. Вообще любых людей, кроме жены и дочери, конечно, которые вместе с ним живут. Ну, то есть, соответственно, он не мог увидеть там своих родителей пожилых, вот, братьев, сестер. Ей самое забавное, что он даже адвоката своего, то есть меня там, да, не мог принять у себя дома. Вот. То есть это было все, конечно, удивительно. И ему также запретили пользоваться любыми средствами связи, что, конечно, тоже не совсем адекватно, тоже не совсем правильно. То есть, ну, в частности, он теперь, например, не может взять и мой клиент подать жалобу на действия следователя через электронное правительство, там, или ЕВТН и так далее. Вот. Он не может в суд обратиться, он не может в судебном заседании онлайн участвовать. Понимаете? Потому что средствами связи ему запретили пользоваться полностью. Да, и как-то вот это все мне показалось, мягко говоря, странным. Вот. И я решил, что, наверное, законодатель такого не предполагал, когда там вводил нормы о домашнем аресте, что судья может человека вообще вот, ну, такую полную темницу, изоляцию отправить. Вот. И в то же время, раз закон, а именно уголовно-профессуальный кодекс такие вещи с человеком позволяет сделать, я решил, что, наверное, что-то тут не так. Вот. Это все произошло в сентябре. Вот. И в ноябре парламент принял конституционный закон о конституционном суде, президент его подписал, и было решено, что с 1 января вот у нас начнет действовать конституционный суд. Вот. Я ближе к Новому году решил уже готовить обращение в конституционный суд, и в первый рабочий день, 4 января, я уже подал свое обращение. Вот. И из сотен, сотен многих обращений конституционный суд принял мое обращение в числе первых трех. Вот. То есть прошел я такой большой, значительный кастинг, и... Это показательный. Да, да, да. И, в общем-то, конституционный суд меня через некоторое время, там, где-то примерно через две недели оповестил о том, что вот мое обращение он принимает, и, соответственно, я понял, что все будет заседание, ура, это уже частичная победа, да, считается, почти победа. Потому что я понимал, что наверняка, ну, просто так, конституционный суд мое обращение не принял бы, если бы оно его не заинтриговало. Ну, и плюс я чувствовал уверенность в своих силах, в том, что вот, ну, все нормально должно пройти, что я прав. Вот. И ближе к концу марта у меня прошло заседание, после на вызовских праздников, в конституционном суде. Я был, ездил туда со своей коллегой, Аидой, я, честно, на адвокатом. Мы были очень впечатлены. Нас приятно удивила вот эта торжественность, пафосность вот этого мероприятия в конституционном суде. То, что вот 10 судей реально, действительно, внимательно нас слушали, расспрашивали, тщательно подготовились. То, что вот с таким вниманием, пиечетом к нам относились. И было такое ощущение, складывалось, что, в общем, мы тут как будто судьбу человечества, цивилизации решаем там, да, вообще все. Вот. И было очень действительно приятно, было ощущение, что это действительно подлинное, настоящее правосудие здесь происходит. Все. Судьи после этого ушли в совещательную комнату, вот. И тут оглашение обычно не происходит, как в обычном суде. И, соответственно, мы через, там, где-то недели-две получили ответ. Ночью, там, конституционный суд выложил свое нормативное постановление, свое решение по нашему обращению. Вот. И мы победили в каком-то плане частично, вот. То есть, есть три вида решений в конституционном суде. Первый вид, это он говорит то, что норма закона не соответствует Конституции. Второй вариант, он говорит, она соответствует Конституции, но какие-то шероховатости есть в правоприменительной практике у судей. И вот ее надо трактовать вот таким-то образом, да. И третий вариант, ты проигрываешь. То есть, ты, тебе говорят, эта норма соответствует Конституции, с ней вообще все нормально. И так далее. Все. То есть, мы победили частично. Вот. Ну, как победили? В академическом смысле, да. То есть, победили частично. Конституционный суд говорит, эти нормы УПК о домашнем аресте, они Конституции соответствуют, но судьи их толкуют не всегда правильно. Поэтому он говорит, я обращаю внимание судей на то, что вы должны все-таки их толковать правильно. Вот. То есть, если домашний арест, то есть, это не значит... Судьи, да, сделаны. Да. То есть, домашний арест, это не означает, что человек, то есть, ну, как будто уже наказание началось, и вот мы его изолируем вообще пока. Да, семейство, да, от всего. Страдать должен, от всего мира его изолировали. Все. Вот. Для нас, по уголовному делу, то это фактически победа. Все. После этого проходит заседание в Алматинском городском суде, и судья, да, действительно все, нашему клиенту изменил меру пресчения с домашнего ареста на залог. Все, мой клиент на свободе, мы, в общем, все отлично сложилось. Вот. Ну, соответственно, вот, я о своем опыте рассказал, наверное, у вас какие-то вопросы, наверное, будут, что такое консервы, потому что многие, по-моему, его путают, как с лиховным судом, да, это не так. То есть, вот этот прецедент, он теперь же, я так понимаю, будет в дальнейшем использоваться, он как-то поменял, поменяет же, да, уже производство. То есть, в следующих делах уже люди будут напрямую руководствоваться. Да, совершенно верно. Вот это решение Конституционного суда для всех судей нашей страны имеет силу закона. Да. То есть, судья обязан теперь говорить, вот, в связи с вот этим-то решением Конституционного суда я не могу там запрещать себе дома адвоката принимать. Я не могу тебе запрещать дома принимать членов семьи там и так далее, хоть какие-то свидания у человека должны быть. Я не могу запрещать человеку гулять на свежем воздухе там вообще хоть как-то, то есть, ну, вот. И, соответственно, да, я уже слышал, у меня уже несколько таких как отзывов было в порядке фидбэка от коллег там, других клиентов, что вот им свягчили домашний арест или вообще отменили домашний арест и так далее. Вот, то есть, да, я рад, что вот это вот решение уже повлияло, ну, положительно, такой эффект возобладало на, масштабировалось на всю страну. Вот вы уже начали говорить о том, примерно, да, как процедуры проходят, первые дела так все бомбезно с такой помпой, да, можно сказать. А вообще сама процедура как проходит? Какие-то особенности есть ли и сложности в чем-то? Может, что-то нужно там доделывать, на ваш взгляд, со стороны адвоката, да, что бы вы не хотели там изменить, не знаю. Наверное, как во всех госорганах, там, да, вот такого плана меня очень смутило, то, что меня попросили оставить мобильный телефон, вот, а все-таки сейчас это же как техника, это моя возможность раздать себе интернет там на ноутбук и так далее, и возможность посмотреть законы какие-то там, да, во время заседания и так далее. Ну, наверное, это, конечно, неправильно вот с точки зрения организации заседания. Вот. Потом, наверное, все-таки хотелось бы, чтобы Конституционный суд как-то действовал посмелее, и все-таки он четко объяснял бы, поступал и пояснял обратившимся гражданам, что вот, ну, так и так вот теперь вот должны освободить твоего клиента, или так и так ты теперь можешь, ну, как бы, получить там пенсию, там, да, и так далее. То есть, у меня немного ощущение такое сложилось, что Конституционный суд себя воспринимает, ну, знаете, вот как будто ты на защиту какой-то PHD, диссертат, ты пришел там, да, и вот ты порассуждал там о судьбах человечества, и ты говоришь, вот тут закон, вот такой неправильный, они говорят, да, вот что-то законом не так, и как будто мы как ученые сели, пообщались, поразмышляли, ну, приходят же живые люди, граждане, и все-таки решение должно влиять конкретно на судьбу заявителя, и хотелось бы, чтобы Конституционный суд как-то вот, ну, все-таки объяснял, как теперь вот это его решение должно сказаться на конкретном гражданине, вот, в моем случае этого как-то напрямую не произошло, и я понимаю, что не могу обвинять Конституционный суд, потому что он только вот проходит период своего становления, и, конечно, есть определенные шарховатости, неизбежные на первых порах, хотелось бы большей смелости, и, наверное, мне бы еще хотелось, чтобы судьи Конституционного суда все-таки потом, после вот этих заседаний, решений таких, да, тем более таких важнейших для общества, все-таки выходили к народу, что ли, вот так сказать, и объясняли простым языком, да, что сейчас произошло, что это было, и так далее, ну, вот свежий пример, да, вот, который вашу сферу, да, затрагивает, например, говорят, там, да, вот журналисты могут смело использовать там изображение человека, там, да, и так далее, вот, но журналистам же было же интересно будет послушать, блогерам, да, там, и так далее, вот, все-таки, как мы можем использовать изображение, что это решение значит, и так далее, то есть, а не так, что нужен комментарий к комментарию Конституционного суда. Вот, на мой взгляд, еще не хватает немного информационной работы, да, даже в данный момент, в текущий. Ну, то есть, у нас... Я могу задать... Да, да. Телеграм-канал есть у Конституционного суда, я вот советую на него всеми интересующимся подписаться, ну, видите, там все-таки он такой вот, как сказать, сухая информация. Новостной, что ли? Больше новостей из работы. Да, хотелось бы все-таки больше аналитики, и вот, чтобы они поясняли, что, да, как здесь произошло. Вот, кстати, сейчас я вот буквально пару часов назад я заходил на сайт, и здесь вот есть вкладка, как подать заявление, или как подать обращение для граждан. Почему-то выдает ошибку, 404, вот несколько раз уже заходил, вечером, не могу никак. Там, я так понял, памятка должна быть какая-то, да? Возможно, но я вообще советую, конечно, пользоваться все-таки таким специализированным, ну, общим таким порталом для обращения, это все-таки ЕУТНШ. Наверное, это было бы правильнее. Да. В плане информации, хотя бы, даже человек первый, который впервые, да, зашел, для начала какую-то информацию первичную получить было, я думаю, неплохо. А, нет, ну, на этот счет я могу отметить, там все-таки на сайте Конституционного суда памятка для обращения есть, как составить обращения, как обращаться и так далее, вот. Ну, на мой взгляд, самая большая ошибка все-таки граждан заключается в том, что они представляют себе Конституционный суд как неполный суд. Вот, как вот объяснить, не знаю так, не сильно там растягивая, да, чтобы люди понимали, в чем отличие, во-первых, да, и с какими жалобами, обращениями туда поступать, приходить. И еще такой момент, как работает, вот, например, есть гражданский суд, да, условно, человек может ли напрямую сразу обратиться в Конституционный суд, да, или там с решениями суда, вот эти вот моменты, нюансы все. Понял. Здесь два вопроса, давайте на первый сначала отвечу. Конституционный суд, это ни в коем случае не Верховный суд. То есть, если вы там судились государством, что вот вам полагается там какая-то пенсия, да, например, и вы проиграли, допустим, первую инстанцию, апелляционную инстанцию, там, да, или Верховный суд еще тоже проиграли, это не означает, что вы можете пойти в Конституционный суд и сказать, ну вот я прав, вот дайте мне вот эту вот пенсию. Конституционный суд не разбирает ни в коем случае дела по существу. Он не решает, кто прав, кто виноват. Такого там не происходит. Вот. Конституционный суд, он в каком-то смысле это суд узкоюридический. То есть, он не разбирает вопросы факта, он разбирает только вопросы права. Он говорит, что вот эта норма закона соответствует Конституции или не соответствует Конституции, то есть, он решает, если упростить, он решает, насколько вот эта норма закона, вот этот закон, для упрощения буду говорить, насколько он справедлив, насколько он соответствует Конституции с точки зрения справедливости. Вот. Вот, и, допустим, если в законе сказано там, что вот ты такое-то лицо вот, да, там вот на равных проработал, да, со всеми, да, но вот именно ты, вот какие-то люди по таким-то категориям, да, там, вот вы вот именно не имеете права на пенсию, вот, ну, допустим, учителя, да, например, и говорят там, учителя физкультуры право на пенсию там имеют тоже, да, например, и ты спрашиваешь, а я чем от других учителей там, да, например, отличаюсь, то есть нарушается мое равноправие там перед законом со всеми, вот тогда я иду в Конституционный суд и говорю, вот эта вот норма законодательства нашего акмиссионного обеспечения, вот эта норма социального кодекса, она Конституции не соответствует, и она мне мешает выиграть суд, вот судьи применили вот эту норму, только вот под таким углом и разрезом я могу, в общем-то, пойти в Конституционный, ну, я вот сразу на второй вопрос, да, как отвечаю, что в итоге вы обжалуете там не свое собственное решение суда, да, там, напрямую, а вы обжалуете туда закон, вы говорите, это незаконный закон, да, для упрощения этой ситуации, да, что-то с законом не так, да, и, соответственно, вы в Конституционный суд не можете, как правило, в подавляющем большом случае вы не можете прийти туда сразу, вы не можете сказать, вот этот закон мне жить мешает, и давайте-ка вы его пересмотрите, отменить, скажите. Я посидел, почитал закон и решил, целый список составили, пришел к суду. Да, недовольство, да. Да, все-таки, как правило, должна быть такая ситуация, что этот закон уже нашел какое-то преломление в судебной практике, и ты проиграл уже дело в суде, да, в связи с применением этого закона. То есть, как в моей ситуации произошло, моего клиента суд уже взял под домашний арест, и я обратился в апелляционную инстанцию, и все равно она оставила без изменения вот этот домашний арест, высшестоящая инстанция. То есть, суды истолковали эту норму так, хотя я говорю, ребята, ну, хотя бы адвоката, он же может принять членов семьи, ну, он же может погулять там на улице пойти, да, он же может жалобу хотя бы сеть и подать по интернету там, да, против своих прав. Ну, доходило до маразма, то есть, понимаете, я должен, как адвокат, например, доверенность в конституционный суд сдать от своего клиента, а клиенту нельзя выходить и нотариуса принять нельзя, понимаете? Вот. Ладно, конституционный суд спасибо, он пошел мне на встречу, понимая, ну, вот, абсурдность этой ситуации, что я вот как-то по этому вопросу и к нему и обращаюсь, и доверенность нам с баянием удалось у следователя получить, вот, все-таки. Но, видите, у меня в итоге, вот, обратите внимание, все равно суд уже сказал мне, что вот этот домашний арест, все нормально, с ним все пучком. И только после этого я получил возможность обратиться в конституционный суд. То есть в конституционный суд все-таки по умолчанию ты можешь ходить только тогда, когда ты какое-то дело уже проиграл. Интересно, интересно. А вот смотрите, учитывая вот эту структуру, вот такую вот систему работы конституционного суда, каких теперь обращений, да, нам ждать? С какими люди будут туда идти и могут рассчитывать на... Да, конечно, может вопрос такой, сразу все не обхватишь, конечно, но примерно какие-то вот категории разделитесь. Я понимаю, ну, в принципе, здесь несложно в каком-то плане, наверное, ориентироваться на законодательство стран наших соседей по СНГ, вот. И, во-первых, конечно, будут по-прежнему нормы рассматриваться уголовно-процессуального, уголовного законодательства. Почему? Потому что они больше всех ограничивают людей, жестче всех, точнее, в правах и свободах. Ну, ничто так страшнее, чем лишение свободы, изоляция человека, там, арест на его имущество, там, ну, тоже ничего не бывает. Вот. Второе направление, наверное, это будет социальное законодательство, то есть, опять же, вот этот вопрос справедливости, справедливости, правильности, корректности, назначения пособий, пенсии, выхода на пенсию и так далее. И здесь же, наверное, и также вопросы, там, трудовой дискриминации, и, вот, там, увольнения и так далее. Вот. Потому что это ближе к людям все-таки, да, вот это такие самые насущные житейские проблемы. Ну, наверное, еще одним направлением, таким сложным, болезненным, да, для нашей страны, наверное, будет направление еще и исполнительного производства. У нас в стране, понятно, высокая закредитованность населения, масса должников, много болезненных таких, да, ситуаций, в общем, при выселении, там, да, и так далее. В общем, при взыскании долгов, которые наступают, вот, вплоть до убийств, самоубийств, да. И, соответственно, вот это такое, да, явное направление. И, наверное, вот отчасти я затронул еще четвертое, наверное, направление. Ну, наверное, это все-таки жилищное законодательство. Жилищное? Вот, соприкасаются с государством и самые вот такие вот проблемные, болезненные, социальные все-таки, наверное, мне кажется, в первую очередь. Вообще, появление конституционного суда, да, если, скажем так, если он в полную мощность уже заработает, я не знаю, сколько это времени на это нужно, но определенное время нужно, хотя бы для того, чтобы люди поняли, как он работает, чтобы было больше прецедентов, как у вас. Если это все заработает, условно, да, насколько вообще изменится, скажем так, природа судоисполнения, судопроизводства в Казахстане, в том числе я говорю и про другие суды, насколько она реформируется, изменится, да, ее внешность? Это возможно, насколько, ну, как-то? Конституционный суд может на себя взять такую функцию? Да, да, я думаю, что ощутимо, то есть, смотрите, давайте определимся с самого начала сразу же, я скажу. Конституционный суд, да, это вот, как такой один из жупелов, да, вот один из символов, вот, нового Казахстана, да, Жанна в Казахстане, да, то, что... Да, власти его, да, активно рекламируют, можно сказать так, продвигают, да, но сам по себе Конституционный суд, это, конечно же, все-таки не панацея. Это не что-то такое, что вот появилось, и у нас теперь вот все права и свободы человека соблюдены, защищены, там, как вот, ну, на уровне, там, современного, западного, там, европейского государства. Мгновенно так не произойдет, конечно же, и это всего лишь такой вот, ну, как сказать, один из элементов, наверное, да, вот такого правового государства, вот, важный, да, хорошо, здорово, что он появился, вот, но все-таки только на него там возлагать надежды, конечно, ни в коем случае нельзя. Вот. При всем при этом он может в значительной степени изменить, вот, правовой ландшафт и улучшить соблюдение прав человека в Казахстане по той простой причине, что он в значительной степени будет носить какой-то профилактический характер. Да. Видите, раньше одно дело, когда ты приходил в суд и говорил, ребята, ваше решение не соответствует Конституции, и судья в подавляющем большинстве случаев тебе, не подавляешь, абсолютно, всегда тебе отказывал в обращении в Конституционный суд, потому что судья сам решал, подать в Конституционный суд или не подать в Конституцию. А зачем ему это надо, если он хочет против тебя решение вынести, зачем ему сидеть, раздумывать, разрушать на эту тему и так далее. Вот. А теперь судья тысячу раз задумается, когда я ему говорю, ну, что, ребята, ваше вот, вот это наше дело, это потенциальный объект для обращения в Конституционный суд. И судья, может быть, подумает головой, там, стоит ли ему завтра стать, там, известным, да, по каким-то причинам, да, что вот Конституционный суд в каком-то смысле, там, пересмотрел его решение, признал, что его действия были неправильными и так далее, да. Зачем ему это? То есть можно повнимательнее послушать гражданина и так далее. Вот. Поэтому я думаю, что помимо той роли, которая Конституционный суд своими решениями такую непосредственную играет по конкретным обращениям граждан, то есть он еще в значительной степени, его возможные положительные решения в пользу граждан, еще даже потенциально они играют такую профилактирующую роль для правоохранительных и судебных органов, для органов исполнительной власти, потому что они подумают, стоит ли так делать. И даже органы законодательной власти, и Маслихат, и Можилист, там, да, Сенат, ну, они где-то подумают, а стоит ли нам вот такую норму закона применять, если вот она, ну, так, под вопросом соответствует ли Конституции или нет. Самое главное, что у нас вообще, в принципе, появится какое-то конституционно-правовое мышление. Это потому что придает пониманию и толкованию права более глубинный такой аспект. То есть не такое вот узкопозитивистское понимание права. Вот норма закона у нас, и вот надо вот ее четко понимать и слушать. Люди должны понимать, что законы могут быть незаконными. Они могут быть несправедливыми. Это познание, по-моему. Вот это вот сложно преодолеть. Да, да, да. Это очень важно, что судья больше не может тупо прятаться за законами и говорить, вот здесь сказано, что вот тебя надо наказать так-то по этой статье. А ты подумай, а это статья Уголовного кодекса, вот. Она вообще кому-то вред несет, вот это действие. Зачем их криминализировать? Может быть, не надо это применять. И может быть, и судьи будут активнее там вот как-то конституционные нормы применять. Я думаю, в любом случае вырастет уважение просто к конституту, и она не будет такой вот фиктой, бумажкой. Это уже здорово. Немного отойдем от конституционного суда. В общем, о судебной системе, о судебной реформе поговорить хотел бы. Вы, как адвокат, часто сталкиваетесь. С какими проблемами чаще всего сталкиваетесь, если мы будем говорить о реформировании, да, судебной системе, о которой так часто говорят. В Казахстане уже в последние несколько лет особенно. И президент уже сказал. Что нужно менять в нашей системе в первую очередь? Может быть, у вас есть какой-то там, не знаю, прям список свой? В первую очередь, это кадровый состав судей. Кадровый. Да, потому что необходима глубокая чистка судейского корпуса на предмет просто проверки качества их решений. И, соответственно, нужен действительно такой полноценный набор юристов из сферы науки, образования, из сферы практикующих юристов, которые уже добились какого-то авторитета, репутации. Потому что вот этот приток судей, который шел регулярно из сотрудников самой судебной системы, аппарата суда, из правоохранительных органов, из органов исполнительной власти, он, конечно, никакой критики не выдерживает. И поэтому необходима такая значительная суровая кадровая реформа, и в первую очередь это кадровая чистка. Во вторую очередь, наверное, я, конечно, как вот говорю о наиболее болезненной отрасли судопроизводства, в которой работаю я непосредственно, это уголовное судопроизводство. Здесь нужна какая-то такая действительно кардинальная реформа. Вероятно, нужно принятие нового уголовного профессионального кодекса, который строился был уже на демократических принципах и основах нового уголовного кодекса, вероятно. Вот пересмотр законодательства, пересмотр вообще подходов и как-то борьба за оправдательные приговоры, чтобы они дошли до какого-то приемлемого, цивилизованного, там, европейского, да, там, уровня. Вот. И как-то преодоление давления силового блока на студии, да, в этом плане необходимо. Вот такой пересмотр, такой кардинальный нужен. Вот. И на все это достаточно просто политической воли. То есть у нас даже двух лет нет, как у нас действуют с 1 июля 2021 года административные процедуры на профессиональный кодексе. Да, например, в сфере административных. То есть у нас государство фактически создало, создает административную юстицию полноценную. И это отрасль, которая посвящена спорам граждан государства. Вот. Ну, то есть это налоговые споры, там, споры, там, с государством, опять же, за пособие, пенсии, там, и так далее. Вот. Когда гражданин подает суд на государство, будучи чем-то недоволен, да. Вот. Бизнес и так далее тоже. Так вот. Здесь произошла реформа, действительно такая приятная для юристов. Появились какие-то победы и у граждан, и у населения, и у бизнеса. Ну, элементарно. Я вот на себе даже это испытал. Я там не мог добиться где-то там освещения, там, возле своего дома, да. Где-то не мог добиться, там, чтобы зебру нарисовали, там, да, возле моего дома, там, знак дорожный какой-то поставили. Благодаря административным судам, там, стало этого легче добиваться. То есть достаточно было политической воли на этого, чтобы вот дать судам разрешить, да, буквально, там, властям, вот, судиться с госорганами более эффективно, защищать, отстаивать права граждан. То же самое можно, вот такую же реформу можно и нужно проделать в сфере уголовного судопроизводства, чтобы гражданам было легче. Ну, вот вдумайтесь там, да, вот, вот этот вот пример, который я сейчас привожу с домашним арестом, но он же безумен, действительно. Как можно человека вообще наглухо запереть дома и не разрешать ему гулять? Как можно человеку запретить принимать там дома у себя членов своей семьи? Если они не являются соучастниками его, то есть ничего сделать не могут и так далее. Как можно, наконец, человеку запретить, там, встречать адвоката своего, общаться с ним? Ну, как? То есть, ну, все-таки судьи же все здесь это приняли, решились же, пошли же на такой шаг. Как они это придумали? То есть о каком ведь действительно низком уровне правопонимания это ведь говорит? И Конституционный суд ведь обратил внимание, ребята, там, ну, пока, ладно, там, ну, там, не шероховатости есть, но вы же должны его правильно понимать, там, элементарно. То есть вот такие болезненные проблемы, и я вот резюмирую, да, я говорю, что в первую очередь нужна серьезная кадровая реформа. Кадры решают все, да, вот, как по заветам классика. И второе, это вот самая назревшая болезненная проблема, это кардинальная реформа именно уголовного судопроизводства. Ну, а динамика-то положительная, на ваш взгляд, вот вы наблюдаете, если смотреть процесс? Ну, знаете, это как вот кунг-фу-панды, помните мультфильм, там, нулевой уровень, да, УПО? Ну, и, наверное, на первое, на уровень первый, когда ты переходишь, то ты, вот, ощущаешь вот такой большой сдвиг и так далее. Ну, наверное, пора бы и на второй уровень выходить, и вот это вот как раз-таки сложнее. То есть первые шаги, там, когда при Асанове реформа началась, там, пять лет назад, они были ощутимыми действительными. То, что вообще все появились какие-то оправдательные приговоры, а их практически не было, это уже оказало колоссальный, вот, внимание, то, о чем я говорил, профилактический такой сдвиг всей правоохранительной системы. То есть они же раньше, там, полицейские, комитетчики, там, антикурорцы и так далее, они же не представляли себе, что такое вообще оправдательный приговор, зачем, все пройдет, все направляем в суд и так далее. Если судья максимум, там, нам, там, где-то немножко, нам на нервы подействует, возмущает, ну, и все равно пройдет. А теперь у них пошли какие-то оправдательные приговоры, такая вероятность появилась, понимаете? Да, их мало, а вдруг ты попадешь в их количество? И это положительно очень сказалось, что у нас количество уголовных дел резко сократилось по всей стране в два раза. Там, там, с 30 тысяч до 15 тысяч, вот, грубо говоря. То есть просто силовики стали думать, а стоит ли вообще это уголовное дело, там, направлять в суд, если есть какой-то риск, там, для этого приговора. Так вот, этот риск должен быть для них еще выше, понимаете? То есть мы должны дойти до уровня все-таки стивилизованных стран, вот, и тогда наша правоохранительная система очистится. Это очень такая взаимосвязная система, сообщающаяся с подсудой. Чем больше порядка в уголовно-судебной системе, тем больше порядка и в правоохранительной системе. То есть полицейскому, например, даже не будет смысла пытать человека. Зачем? Ты его пытай, не пытай, доказать это все равно, других нет, судья все равно его оправдает в итоге, если нет доказательствами и так далее. Вот. Жухар, у вас сейчас в работе есть дела по Конституционному суду? Я буквально завтра хочу обратиться в Конституционный суд с обращением, там, ну, наверное, деталей не буду, пояснять, потому что это такое, оно в каком-то плане мелкое процессуальное, да, обращение. И еще несколько вот у меня таких обращений на старте, вот. Ну, у меня, благо, такая отрасль, как я почекну, да, что она, вот, именно в ней, вот, в уголовном судопроизводстве происходят такие наиболее жесткие ограничения прав человека. И там действительно очень много таких нарушений, которые, вот, лакон в законодательстве или просто действительно плохо написанных норм, которые позволяют силовикам, судьям, там, этим пользоваться и, в общем-то, причинять вред населению. Вот, соответственно, да, вот, у меня до самого даже мышление поменялось, я теперь вот беру дело уголовное, там, рассматриваю кейси, я такое думаю. Слушайте, вот, с этой темой мы можем в Конституционный суд пойти, там, да, и действительно уже как-то вот приободряешься в этом плане. Ну, ваши коллеги, наверное, другие адвокаты тоже, да, это заметили, что сдвинулось, как говорится. Да, вполне вероятно, я не могу там сейчас за всех коллег отвечать, там весь крест мнений там представлять сейчас, но я надеюсь, что коллеги тоже воодушевлены и просто это время займет, какое-то время, да, чтобы вот повышение квалификации коллег-то, конечно, требуется переобучение, переход на новые рельсы, он нелегко дается. Ну, я вот себя отношу к людям, которые там как-то детей в этом плане, и я как-то стараюсь быстро новеллами такими вот пользоваться, вот, и, наверное, ну, почему я там первопроходец, да, в уголовном судопроизводстве. Ну, надеюсь, я и не сомневаюсь, что коллеги тоже присоединятся, присоединяются уже по той простой причине хотя бы, да, ну, то, что все адвокаты уголовные ждали появления конституционного суда, вот, его реанимации, возврата, да, там в начале 90-х он у нас был. Вот, и, конечно же, это давняя мечта многих моих коллег, так что, я думаю, ну, вот, впереди мы увидим еще и многие знаменательные победы моих коллег. Спасибо, Джохар, большое за то, что делили время нам. Да. Джохар Акубеков был на БГНьюс в прямом эфире. Оставляйте комментарии, делитесь нашим видео, делитесь прямым эфиром. Всем всего доброго, пока. Успехов, Джохар. Всего доброго.